Я постараюсь очень оправдать доверие, значит, вот, включаю картинку, и вы видите портрет, который все прекрасно знают, и вот Любовь Николаевна уже воскликала, о, мадам де Сталь, а я, допустивши спойлер, сказала, нет, нет, ни в коем случае. Вот, собственно, об этом и будет доклад. Значит, сначала предыстория, предыстория, откуда взялась эта картина. Если кто-то это знает, то я прошу прощения за то, что я повторяю, но это все-таки сведения не совсем общеизвестные, мне кажется. Значит, был коллекционер Иван Евменьевич Цветков, который собирал картины, начиная с 80-х годов XIX века, и свою коллекцию он построил для нее такое здание, которое до сих пор стоит на Причистинской набережной в псевдорусском стиле, разместил там эту коллекцию. Она с 909 года была открыта как общедоступный музей, потому что он ее в дар городу Москве принес. И в 896 году у антиквара Ярыкалова он купил вот это полотно. Значит, точно было известно, что это Боровиковский, и это его я не касаюсь, принадлежности Боровиковского этого полотна никто не оспаривает, и это никогда не обсуждалось специально. А кто тут изображен, вот когда вывезла Цветков там у себя эту картину, никто о каком мадам де Сталь даже и речи не было, и Александр Николаевич Бенуа, ну, не самый необразованный человек, он в своей истории русской живописи в XIX веке, в 901 году, писал, что он справедливо, что это изумительный портрет неизвестной придворной дамы, довольно перезрелой особой, и что у нее восточное смуглое лицо дышит страстью. Восточное смуглое лицо. И так и продолжалось до 1925 года. Да, значит, Цветков умер в 1917 году, хранителем стал такой искусствовед Анатолий Васильевич Бокушинский, между прочим, выпускник Юрьевского университета. А в 1926 году вообще этот самый музей передали Третьяковской галереи, а в 1925 году Бокушинский выпустил книгу под названием «Живопись рисунки XVIII-19 века Цветковской галереи». И там текст, который я даже покажу и не откажу себе в удовольствие его прочесть. Это такой экфросис, не знаю, правильно ли ударяю, искусствоведческий. Вот это, значит, портрет дамы в тюрбане, госпожи Досталь. Без прекрасной уклонения от реальной правды, ярко и эпически просто, очерчена определенная личность во всей сложности ее граней и проявлений, но не изолированной, а в органической связи с эпохой. Она вся живет перед зрителем своей реальной плотью, пламенеющей лавой своего темперамента, классного, резко подвижного, размахом больших страстей, напряженностью и силой воли, блеском большого ума. Ее смуглое, некрасивое и неправильное лицо, обрамленные черными локонами волос. Настоящий портрет, до сих пор бывший конографической загадкой, как удалось мне установить и доказать, является изображением госпожи Досталь. Он должен быть отнесен к 2012 году, времени пребывания госпожи Досталь в России. Значит, сначала неизвестно, на каких основаниях установлено, что это госпожа Досталь, ну понятно примерно на каких. А отсюда, значит, что он должен быть отнесен к 2018-2019 году. Вот, то есть одно допущение влечет за собой другое допущение. На секундочку вернусь к портрету, но мы его еще много раз будем видеть. Значит, смуглое лицо здесь есть, черных локонов, то есть черные волосы я вижу, что они вьются, а у госпожи Досталь они велись очень сильно, мы это увидим. Я не вижу этого. Но действительно она в тюрбане. Значит, дальше что мы сделаем? Я покажу сначала изображение госпожи Досталь, с которыми, видимо, и Бакушинский сравнивал. И сначала покажу их по отдельности, а потом, ну я не такой великий специалист в презентациях, буду показывать их параллельно. Значит, вот это очень известный портрет Франсуа Жерара, но он выполнен после, это не с натуры, так сказать. Он выполнен уже после смерти мадам Досталь, она умрела в 17-м году, в 20-е годы. Но ему дочка, госпожа Досталь, предоставила какие-то иконографические документы, и в частности он ориентировался на бюст скульптора Тика, брата, драматурга, который делался как раз с реальной госпожи Досталь. И родственники остались довольны. Значит, есть вот этот портрет, а есть его копия, которую сделала ученица Жерара, вот Малия Элеонора Готфруа. Они абсолютно идентичны, только краски изменены. Там красное платье, а здесь и другая шаль, а здесь вот белое платье и красная шаль. Но тюрбан, прошу заметить, с красным цветом, а не зеленым, как там. Про это еще поговорим. Значит, дальше эта картина чуть раньше, то чуть позже 12-го года. Это чуть раньше 12-го года Маргарита Жерар к Франсуа Жераруиц отношения никакого не имеет. Портретистка такая, в общем, в 18 веке в основном работала. Госпожа Досталь с дочерью. Дальше, сейчас секундочку, вот бюст Тика. И вот рисунок, который делал Тик. Значит, это сделано в 1808 году. Тик гостил, как и многие другие, в копе, в замке госпожи Досталь. Вот это его, так сказать, набросок. И вот, а вот эта миниатюра Пейер Луи Бувье, которая сделана в 16-м году, как раз с натурой. И ее находил очень похожий многолетний друг госпожи Досталь, Анри Мейстер. Так, и сам же Бувье сделал гравюру с этой своей миниатюры. Вот лицо. Теперь я показываю их параллельно. Вот, мне кажется, что дама с портрета Бровиковского смотрит с некоторым изумлением вот на ту госпожу Досталь, с которой ее отождествили. Дальше, вот, соответственно, бюст Тика вообще не имеет ничего общего, как мне кажется, с этим портретом. И рисунок Тика еще меньше имеет общего. И вот, соответственно, ну, это, мне кажется, просто разные лица. При том, что вот эта миниатюра сделана позже, чем это 16-й год, а это 12-й год. Значит, на мой взгляд, просто не похоже. То есть это другая женщина, которая имеет нечто общее. Ну, вот, как все, как сказал Бенуа, неполикорректно, перезрелого возраста. Ну, да, кстати, на миниатюре, ну, может быть, я отчасти и польстил, она уж не такого перезрелого возраста. Но, похоже, не похоже, это, так сказать, субъективизм. А, как мне кажется, у меня есть аргументы, они вполне как раз не искусствоведческие, а биографические. Значит, прежде всего, пресловутый тюрбан. Тюрбан действительно госпожа Досталь очень любила и в нем его носила. Только всем было известно, что он у нее красный. И тут замечательно, людей вдруг постигает, когда они хотят что-то доказать, какой-то такой дельтанизм. Значит, есть Уваров, наш любимец, общался с Жерминой Досталь в 1808 году в Бене и оставил об этом воспоминание. И там она описана так. Черные, как смоль кудри, выбивались из-под малинового тюрбана, плечи укутывала небрежно накинутая шаль, в руке она держала веер, любимую свою игрушку, это важно, который при необходимости заменял листом бумаги. Вот что она держала в руке, мы к этому еще вернемся, но тюрбан малиновый. И это было настолько известно, что в одних воспоминаниях к графине де Бассон-Виль сказано, что пришла госпожа Досталь в неизбежном алом тюрбане. И это предание о том, что ее тюрбан красный, было такое, так сказать, сильное, что Смирнова-Рассет, который, конечно, никакой мадам Досталь не видела, потому что ей в 12-м году было три годика, она в своих автобиографических заметках пишет «красный тюрбан». Но тут самое замечательное, что на портрете Боровиковского, как вы видели, он деленый. Но я читаю среди каких-то аргументов в пользу того, что это именно госпожа Досталь, что вот же описание Уварова, она совершенно похожа. Но это как бы такой дельтонизм, который при переходе улицы был бы очень нехорош, потому что если там он зеленый, а у нее он должен был быть красный, то это все-таки разные краски. Хотя тюрбан был... Да, что я забыла сказать, что дальше, вот после того, как Бакушинский выдвинул этот свой аргумент, что это госпожа Досталь, ну, конечно, в общем, понятно, почему он это сделал. Во-первых, тюрбан. Во-вторых, известно, что госпожа Досталь была в России в 12-м году. А в-третьих, и, может быть, в главных, гораздо интереснее иметь у себя картину великого художника, которая изображает великую писательницу, чем картину великого художника, которая изображает просто неизвестно какую-то смуглую даму. Кстати, тот факт, что она смуглая, и то, что Бенуа, который не знал ни про какую госпожу Досталь, это отметил, это тоже важно, потому что совершенно непонятно, почему бы никто ни в каких воспоминаниях не читал я о том, что она была смуглая, и вообще ей, дочке двух уроженцев швейцарских кантонов, никакой смуглости, в общем, не наблюдалось ни у нее, ни у ее родителей. Но главный аргумент, один из главных, вот по поводу того, про что я уже сказала, что она у Уварова в руке держала веер, любимую свою игрушку, которую при необходимости заменял листом бумаги. Дальше, значит, принц де Линь, который тоже в Вене с ней общался в 1808 году, пишет, красивы были у нее руки, поэтому она старалась привлечь к ним внимание собеседника и вертела ветку тополя с двумя или тремя листьями, чье шуршание, говорила она, вторит ее речам. А кузина ее, госпожа Непер де Сассюр, в своем предисловии к собранию сочинений, которое выходило уже после смерти госпожи Досталь в 1820 году, вообще написала, что привычка крустить листок бумаги или веточку единственная, какая у нее была постоянно. И это предание тоже было настолько сильное, что Пушкин, который, естественно, тоже ее не видел, в Рославлеве написал, что госпожа Досталь сидела на первом месте, облокотясь на стол, свертывая и развертывая прекрасными пальцами трубочку из бумаги. То есть это как бы, так сказать, эмблематический знак госпожи Досталь, что у нее не должны быть пустые руки, у нее в руках должно быть что-то. И у Жерара вот она веточка, и тут совсем тоненькая веточка, ее плохо видно на фоне, у Маргариты Жерар, но она тоже держит в пальчиках вот эту самую веточку. Значит, дама Боровиковского с пустыми руками. Но еще аргумент, так сказать, против обилия украшений, потому что у дамы Боровиковского, вот она, у нее ферраньерка на тюрбане, серьги, колье и браслет. Тут я плохо сфотографировала. На руке у нее браслет. Я очень это одобряю вообще. Но мадам Досталь в данном случае была другого мнения. На портретах вот на этих и у Жерара, и у Маргариты Жерар. Ну, в Увье не видно рук, потому что это миниатюра. Но она нигде, значит, никаких украшений не имеет вообще. Дальше волосы вот этой кудри, у нее действительно вот это очень хорошо утика видно. Вот это прямо действительно выбивающиеся кудри. У этой Боровиковской дамы, у нее, конечно, волосы черные, но я кудрей здесь не вижу, они такие более или менее прямые, просто короткие. Дальше и смуглое лицо, это я уже сказала. Дальше аргумент еще вот какой. У нее на груди миниатюра. Ну, ее плохо видно, но, в общем, это женское лицо с длинными волосами и в какой-то такой шапочке. Значит, про мадам Досталь тот же Уваров пишет, что у нее на груди была огромная миниатюра с изображением Жака Некера, ее отца обожаемого. Но я Жака Некера никак в этой миниатюре признать не могу. И, наконец, последний аргумент, не предпоследний, Бюст Екатерины на заднем плане, который замечательно объясняет в одной книжке про Боровиковского, написано, что да, там есть Бюст Екатерины, потому что Боровиковскому сказал его там изобразить, приказал Александр. Почему? Ну, госпожа Досталь... Или аргументы такие, что госпожа Досталь была за просвещение, и Екатерина тоже была в определенном смысле за просвещение, и поэтому там, значит, ее изображают. Но это никак не объясняет связи само по себе госпожа Досталь с Екатериной. И, наконец, есть еще один аргумент. Кроме того, значит, я напоминаю, что госпожа Досталь в своем пребывании в России недолгом, она была неделю в Москве и три недели в Петербурге по дороге, потому что она бежала, я просто напоминаю, из Копе очень таким сложным путем через Австрию, Польшу и Россию, и Швецию в Лондон, чтобы Наполеон не посадил ее в тюрьму, к чему он был очень близок. И об этом она написала книгу «Десять лет возгнания», которую я перевела на русский с большим удовольствием. Но кроме этой книги, это уже как бы обработка, остались ее дневники реальные, в которых она заносила просто коротко, что происходило во время ее пребывания и в Москве, и в Петербурге. И эти дневники изданы замечательной Симоной Балее, к сожалению, покойной, которая была главной специалистом по госпоже Досталь. Значит, ну если бы, например, она позировала Боровиковскому, это же все-таки дело серьезное, не на пять минут, там бы, наверное, было упомянуто, что какой-то был сеанс позирования какому-то художнику. Ни слова об этом нет. Значит, если даже предположить, что вот Боровиковский был так потрясен тем, что тут была Жермен Досталь, что стал ее рисовать вот как-то по чужим рассказам, то, значит, у него были вот информаторы, в общем, неточные, потому что они никаких ее реальных признаков ему не рассказали, кроме Тюрбана, да и то перепутав цвет. Но это мне не кажется вероятным. А кажется мне… Да, и я, опять же, возвращаясь к тому, что я забыла сказать, что с тех пор, как Бакушинский это установил, дальше, так сказать, исследователи разошлись. Некоторые осторожные люди, они… Теперь никто не пишет портрет неизвестный, а все пишут госпожа Досталь, но некоторые пишут с вопросительным знаком в скобках. И вот в Третьяковской галерее вроде бы сейчас установилось, что все-таки с вопросительным знаком. Но некоторые без всякого вопросительного знака считают точно, что это госпожа Досталь. Самое удивительное, что так считают французы. В этом смысле даже Википедия разошлась, потому что русская Википедия ставит вопросительный знак, а французская не ставит. И большая, очень толстая, последняя, насколько я знаю, биография госпожи Досталь, такого автора Мишеля Винока, там есть вкладки, там есть иллюстрации цветные, и там на одной из иллюстраций, так сказать, «Ан Ройгар» рядом изображены, ну вот примерно как я пыталась сделать, вот Жераровский портрет и Боровиковский, и без всякого вопроса написано «Боровиковский, госпожа Досталь, 1812 год». Вот это, мне кажется, все абсолютно не имеет под собой никаких оснований, кроме того, что когда-то хранителю захотелось увидеть в этой прекрасной даме и в этом прекрасном портрете госпожу Досталь, и дальше все стали это повторять, основываясь, в общем, ну до какой-то степени на пустом месте. Я думаю, что все-таки осторожнее было бы считать, что как с Пушкой и Единорогом в известном анекдоте про Екатерину, что Пушка сама по себе, а Единорог сам по себе, и госпожа, значит, прекрасный портрет Боровиковского сам по себе. Конечно, хотелось бы установить, кто это такая, и почему там бюст Екатерины, наверное, не случайно. Только к госпоже Досталь Екатерина никакого отношения не имеет. Но пока я, естественно, к сожалению, установить, кто это, не могу, но я Жермену Досталь в этой прекрасной смуглой даме видеть отказываюсь, и поэтому показываю свой последний слайд. Не она. Отвечаю на вопрос, который сама же и задала в заглавии доклада. Все, спасибо.